Крым живет своей жизнью. За два года многое наладилось, изменилось к лучшему, вошло в русло. Но остается целый ряд сложностей. Причем люди сталкиваются с ними не только на полуострове, но и когда покидают его пределы. Когда жителям Крыма перестанут ставить припоны на границе и в банках, в больницах и паспортных столах. Когда Крым будет признан всеми. Как скоро это возможно при нынешнем геополитическом раскладе. Ответить на эти вопросы нам помогут наши сегодняшние гости. А сегодня у нас в студии. Владислав Ганжара, депутат Государственного совета Республики Крым. Олег Романько, доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета. Владимир Джарала, политолог. Елена Иваниченко, историк, журналист. Юлия Смирнова, председатель Крымской региональной организации Российский союз молодежи. Спасибо. Это наши сегодняшние гости. Также на студии крымчане, которые столкнулись с реальными проблемами из-за того, что не все признали полуостров российским. И я напоминаю, что у нас действует система интерактивного голосования. Я прошу показать вопросы на экране. Итак, крымская прописка для вас это. Если вы считаете, что это предмет гордости, звоните по телефону 54-37-71. Если для вас это источник проблем, набирайте 54-37-72. Если же пока недостижимая мечта, звоните по телефону 54-37-73. Ну а я напоминаю нашим телезрителям, что они могут звонить нам в прямой эфир по телефону 62-07-63, задавать вопросы нашим гостям или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. И также не забывайте нам писать в группы Народного вердикта в Facebook и ВКонтакте. Но прежде чем перейти к обсуждению темы, я предлагаю посмотреть сюжет, который посвящен приближающейся праздничной дате 18 марта, дню присоединения Крыма к России. Внимание на экран. Два года с тех пор, как Крым вернулся в родную гавань, промчались незаметно. Казалось бы, только вчера была крымская весна. Вежливые люди на улицах, триколоры над крышами правительственных зданий, во дворах, на балконах, в окнах. Референдум, страхи, надежды, готовность отстоять свою землю, не дать диктовать себе условия. И тот волнительный момент, когда в Георгиевский зал Кремля внесли крымский флаг. И все поняли, то, во что было невозможно поверить, сейчас произойдет. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. За эти два года многое изменилось не только в нашем сознании, но и в быту. Рубль, российские паспорта, переоформление массы документов, закрытые границы Украины и остановленное железнодорожное сообщение, налаживание новых экономических связей, трудности малого бизнеса, новые товары и каналы поставок, блокада, блэкаут и многое другое. Особая ситуация с теми, кто родился, вырос и жил на полуострове, но весной 2014 года по каким-то обстоятельствам оказался прописанным не в Крыму. Переходный период закончен. Когда же закончатся проблемы? Спасибо. Ну что ж, как сказал Владимир Путин на церемонии подписания соглашения о создании новых субъектов Российской Федерации, Крыма и Севастополя, Крым имеет сакральное, безусловно, значение для России, но какое он имеет значение для мира в целом? Вот этот вопрос я хотел бы сперва задать Владиславу, на ваш взгляд. Вы знаете, Денис, вы сейчас, когда смотрел ролик, действительно по коже пробежали мурашки, поскольку воссоединение Крыма с Российской Федерацией для всей Российской Федерации, для всех крымчан, действительно имеет сакральное значение. И путь домой был для нас очень долгий, путь домой для нас был с определенными рисками, поскольку мы помним, какими событиями грозило нам дальнейшее пребывание в составе украинского государства. И сегодня говорить о проблемах в контексте интеграции Крыма в Российскую Федерацию с точки зрения сравнения самой значимости воссоединения Крыма с Россией и теми техническими проблемами, которые в любом бы случае возникли, поскольку это беспрецедентный интеграционный проект присоединения такого крупного субъекта, более 2,5 миллионов населения в состав другого государства. И, конечно, учитывая тот факт, что прошло всего лишь 2 года, с большинством проблем мы справились, и с остальными мы также успешно справимся и в дальнейшем. Интеграция Крыма в Российскую Федерацию состоялась, и когда у нас появится сначала энергомост, когда будет закончен третий этап построения нашего энергомоста, будет построен мост, который соединит нас с Российской Федерацией, можно будет говорить о том, что интеграция Крыма в Российскую Федерацию действительно уже завершилась и окончательно состоялась. Говоря о международном значении Крыма, безусловно, Крым и крымские события, события Крымской весны, стали отправной точкой в истории уже международных отношений, поскольку мы видим, что сейчас, после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, формируется совершенно новая структура международных отношений. Именно крымские события стали катализатором этим событиям. И сегодня, несмотря на то, что против нашей страны ведется информационная ванна, вводятся санкции, санкции против Республики Крым, против страны в целом, против отдельных должностных лиц, которые как бы связывают с крымскими событиями. Мы понимаем, что воссоединению Крыма с Российской Федерацией сегодня пытаются препятствовать ведущие страны мира. Но мы в контексте этой борьбы, безусловно, выстоим, справимся, и интеграция Крыма в Российскую Федерацию, как сказал наш президент уже в ролике, состоялась окончательно, и Крым получил окончательный порт своей приписки. И в этом плане, конечно, говорить о сакральном значении Крыма и о сакральном значении воссоединения Крыма с Российской Федерацией, как уже сказал наш президент, мы, безусловно, будем говорить всегда и передавать эту историческую память нашим детям и следующим поколениям. Спасибо большое. Владимир, процесс признания Крыма Западом, он, в общем-то, на наших глазах многие лидеры европейские, они встречают делегации крымские с распростертыми объятиями, недавний пример мэра Ниццы. Но, тем не менее, с какими проблемами они сталкиваются? Ведь на них буквально даже доходит до вот такой вот гонений, что ли, наверное, да? Ну, тот, кто на них пытается гнать или устраивает эти гонения, не имеет никакого веса в международных отношениях. То есть, когда украинские чиновники устраивают очередную истерику или даже заявляют об открытии уголовного дела против какого-нибудь актера, который известен во всем мире больше, чем вся Украина вместе взятая, то, естественно, это скорее вызывает юмор и насмешку. На самом деле, здесь мы с вами сталкиваемся с более серьезными вещами и с более интересными, с точки зрения исследователя, проблемами. Речь идет о том, что Крым и все, что произошло с ним, ознаменовало исторический перелом и исторические перемены. Россия продемонстрировала всему миру о том, что ее период кризиса закончился и что она вернулась в ранг мировых держав. И, как и любая мировая держава, она имеет свои собственные интересы. Эти интересы национальные, эти интересы государственные, они сформировались веками. И она эти интересы готова защищать. Раз ее партнеры не слышат, то она готова применять другие средства для того, чтобы они ее услышали. И поэтому вся история, которая была связана с Крымом, в какой-то степени для нас является примером того, что есть чудеса на этом свете. Ведь в эти дни, которые мы сейчас с вами переживаем, два года назад каждый из нас, наверное, помнит хорошо. Я полностью согласен с молодым депутатом о том, что когда я смотрел выступление президента, я сейчас снова погрузился в то, что было. Лучшая речь президента, с этим согласны все за время его правления. И самое главное, события с этим связаны. Ведь появление здесь вежливых людей предотвратило ту трагедию, которая произошла на Украине. И поэтому то, что против нас ввели санкции, это в значительной степени выглядит с точки зрения морали оскорблением. Нас наказывают за то, что мы остались живы. За то, что мы можем сейчас проводить эти программы, за то, что мы можем здесь говорить и рассуждать. За то, что нас не убивали, не бомбили, не уничтожали артобстрелами. И вот за это нас наказывают этими самыми санкциями. Вместе с нами всю страну. Россия великая держава. И санкции ее, насколько я понимаю, преподнесли большой сюрприз для Запада. Для любой другой страны подобные санкции, которые были бы введены, закончились бы сменой политического режима. Россия, как мы заметили, такое впечатление, что их просто не заметила. Наоборот, это привело к еще большему сплочению населения. Это одно из удивительных открытий для меня лично. Оказывается, россияне очень любят ругать свою власть. Они любят ее критиковать. Они могут говорить о том, как все у них может быть неправильно. Но когда приходит вот такой исторический момент, все люди становятся, все русские, все население России становится плечом к плечу ради своей страны. И поэтому это большой урок для тех, кого мы называем теми людьми, которых наш президент называет нашими партнерами. И здесь я могу заметить о том, что это очень умные, циничные и достаточно жесткие люди, очень реалистичные. За то время, что прошло, то есть примерно за год с лишним, мы можем увидеть о том, что те, от кого зависит принятие решений, элита Европейского соединенных штатов Америки, делает свои выводы. 5 марта 2015 года было опубликовано историческое интервью, на мой взгляд, потому что оно имеет последствия до сих пор. Бывшего президента Франции, одного из видных деятелей Евросоюза Валерии Жискар де Стена. Он описал взгляд европейских политиков, каким на его взгляд выглядит вся эта ситуация и как из нее нужно выходить. И что самое удивительное, это интервью годичной давности до сих пор реализуется, причем именно в тех направлениях, о которых он говорил. В то же время был опубликован доклад Палаты лордов английского парламента по оценке украинского кризиса. Это было год назад, то есть тогда, когда говорили об агрессии, о санкциях. В этом докладе очень спокойно, реалистично было изложено, что из себя представляет Украина, почему произошел кризис, в чем ошибка европейских политиков и о том, каким образом мы будем смотреть на это будущее. Поэтому в отношении Крыма существует определенная степень согласия со стороны западных политиков, со стороны зарпадной элиты. Пройдет некоторое время и мы должны найти удобную форму, которая позволит нам сохранить лицо и признать реальность. А реальность они знают очень простая. Крым это территория России, мы с этим согласны, но мы подумаем, как это признать. Спасибо. Говоря об историческом, может быть, значении Крыма для мировой политики, ведь Крым всегда был в центре внимания на протяжении истории, если говорить о каких-то мировых войнах, о Крымской войне, о Восточной кампании. Всегда был в центре внимания и всегда велась борьба. Все-таки, может быть, вот это непризнание Крыма, российской территории, это наверняка здесь еще и несогласие с тем, что, может быть, да, кто-то лишается вот такого лакомого кусочка. То есть, что борьба именно за стратегическое, за Крым как стратегическое значение, стратегическую территорию такую. Прошу. Да, да, я вас скажу, как историка. Совершенно верно. С точки зрения сакральности какой-то, я не знаю, что Крым для Запада представляет, скорее всего, ничего. И я не страдаю Крымопупизмом, естественно, не надо говорить, что Крым там всю его мировую историю там что-то значил. Действительно, были моменты ключевые, которые Крым поставили на повестку дня. Вот Крымская весна была одним из таких моментов. И действительно, чего тут больше, политики там, экономики, скорее всего, вы правы. Стратегическое положение Крыма, как господствующего полуострова на Черном море, действительно объясняет вот этот весь негатив, который выплеснулся на Россию. Да, Россия перехватила, скорее всего, у Соединенных Штатов инициативу сделать Крым своей военной базой. Это, наверное, их больше всего бесит. Насчет того, что признают Крым или не признают, вы знаете, я не такой оптимист, как вот мои коллеги справа, Владимир Кадымович, Владимир Клав, да. Я считаю, что в ближайшей обозримой перспективе этого не произойдет. Признать Крым для них — это признать свои ошибки для тех, о ком вы говорили. Они на это вряд ли пойдут. Это может случиться, так сказать, по факту просто, да. Они переснимут какие-то санкции, перестанут кого-то там наказывать за присоединение Крыма к России. Но признать Крым российской территории, я не уверен, что это произойдет очень быстро. Это же и будет фактически признание. Нам же не нужно слова, чтобы американский президент выжил, что да, мы признаем Крым российским. Нам же это не нужно. Я к чему клоню. Нам это особенно признание не надо большинству. Это да. Главное, чтобы нас признавала Россия. Да. И все. Да. Ну и чтобы не было тех проблем, с которыми столкнулись крымчане в результате тех же самых санкций. Да. Вот как вы говорите, санкции снимут. Ну пройдет какое-то время, перестанут это обсуждать. И, в общем-то, этого в принципе достаточно. Они в своем праве пока, и они делают, что хотят. Мы ничем, к сожалению, не можем им помешать в этом. И Россия не может помешать никак, чтобы они сняли санкции. Ну, наложили они их и все. Вы позволите один маленький, один важный момент, который с этим связан, по поводу присоединения Крыма? Да. Дело в том, что вся история с переворотом на Украине все-таки имела перед собой политическое значение. Абсолютно. И я почти уверен в том, что, учитывая, что в этом мире политики, высшей политики, где все прозрачное, где все друг друга знают, но не говорят о том, что решение о денонсации Харьковских соглашений и выводе флота фактически было следующим, которое должны были принять заговорщики в Киеве. И поэтому одно из действий, конечно же, было понимание того, что это должно происходить. Признают или нет, если с нас, то есть, если само снятие санкций персональных или здесь уже свидетельствует о том, что это попытка выйти. Они же на самом деле реалистичны. Они же не сняли никто, еще ни одну санкцию не сняли. Абсолютно верно. И подтверждают всякий раз. Да, да, да. Денис, вот буквально на днях вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что санкции введены навсегда. И надеяться на то, что их снимут, нам не стоит. И в этом плане я действительно согласен с Дмитрием Рогозиным, поскольку ждать снятия санкций, безусловно, не нужно. Поскольку мы понимаем, что санкции – это инструмент давления на Россию, инструмент войны. В рамках гибридной войны, которую уже Запад ведет давно, достаточно против Российской Федерации санкций. И в современном мире это инструмент вот такого сдерживания нашего государства, поскольку Запад боялся и всегда боялся России, боится сегодня. И сегодня мы видим и по заявлениям американских политиков, европейских политиков, они стараются из Российской Федерации сделать для себя одну из главных угроз. То есть образ врага в рамках нашей страны, как в прошлом Советского Союза, сегодня пытаются выстроить из нашего народа и нашей страны. И, безусловно, в этом плане ни крымские события, ни другие события на Украине не являются прямым следствием санкций. Санкции могли быть введены по совершенно другому поводу. И я уверен, что если бы не крымская весна, а ситуация сложилась бы совершенно по-другому с точки зрения того, что государственный переворот на Украине состоялся бы в целом, и Крым бы остался в составе Украины, действительно здесь бы была военная база Соединенных Штатов Америки, и стратегические интересы в этом регионе у них были всегда, то, конечно, для нашей страны было бы еще более это все критично, и последствия были бы катастрофические. Спасибо большое. Понятно, санкции не снимут, мы должны приспосабливаться или не обращать внимания на них, но в связи с этим существует множество проблем, которые мы сейчас дальше в нашей программе обсудим, с которыми сталкиваются крымчане после воссоединения Крыма с Россией. И вот говоря о проблемах, Алена, хотелось бы обратиться к вам. Вы ощутили на себе, вот какие-то вот появились у вас проблемы в связи, да, это, конечно, здорово, что мы вернулись в Россию, но, соответственно, появились какие-то проблемы бытового уровня. С какими проблемами лично вы столкнулись? Во-первых, с проблемами может быть морального свойства в большей степени, чем с материальными. К сожалению, я тоже присоединюсь вот к этому крылу пессимистов, поскольку все, как оказалось, было не настолько жизнерадостным и по отношению россиян тоже. Скажу вам, о чем идет речь. Даже у нас на Первом канале, где я работала в тот момент, на момент, так сказать, крымской весны всех этих событий, было очень много людей, которые говорили, что эта ситуация приведет к тяжелым политическим последствиям, что так не поступают и что весь мир сейчас ополчится на нас. И среди россиян, среди москвичей, особенно среди интеллигенции, людей творческих профессий, интеллектуальной элиты взросла и окрепла очень сильная оппозиция. Этого мы не ожидали. Нам казалось, что если у нас наступило такое счастье, мы вернулись в Россию, весь мир аплодирует, мы понимаем события какого масштаба и уровня мы переживаем, и все россияне должны говорить, ну молодцы, ну мы с вами. То есть даже мой однокашник из тех, кого мы в институте российском гуманитарном университете считали, человеком, ну вот просто вот патриотом совершенно квасным, то есть нашим вот русским в доску, да, Ярослав, когда встречал меня вот после, ну наверное в апреле, только-только прошел референдум, вот, поздравил, а потом говорит, слушай, ну ты же понимаешь, что это в общем событие, которое откликнулся очень тяжелым эхом. Ну то есть что Россия поступила так, как в общем никто не ожидал, и что реакция будет жесткой. И, к сожалению, все это время возникали какие-то конфликты в социуме, среди знакомых, среди друзей, среди специалистов и коллег, и мне лично это было, ну, неприятно осознать. С другой стороны, мы видели события, которые не каждый может увидеть, и вот что касается господина Рогозина, да, стоит вспомнить, что нет пророков в своем отечестве, он тоже, наверное, не один из них. Поэтому мы, те люди, которые родились еще при Советском Союзе, не могли представить, что когда-нибудь эта страна рухнет. Те люди, кто работал, жил в Крыму и приближал этот день как мог, в тайне, наверное, не верили до конца, что когда-нибудь Крым может быть российским. Сейчас ни один политик, и тем более Рогозин, не может говорить, что будет вечно, а что будет не вечно, несмотря на то, что каждый человек у власти мечтает о политическом бессмертии. Мы не знаем, чем закончится эта ситуация, но я надеюсь, что всякие из нас, вот что есть в крымчанах и чего меньше может быть в российских представителях интеллектуальной элиты, крымчане как-то более, мне кажется, настроены идти до конца и больше настроены отстаивать свой выбор. Меньше обращают внимание на какие-то бытовые сложности. Меньше? Ну, естественно. То есть что такое для человека, который прожил в столице России несколько лет, оказаться на две недели без электричества? Что-то невозможное, да? Когда ты живешь в Москве, и у тебя вдруг на три часа отключили воду, ты видишь внизу у себя, у подъезда, уже митинг, понимаете? То есть сказать, что у нас не будет горячей воды там три недели, потому что профилактика в июне – это быть самым ненавистным человеком в районе. Мы, условия, Украины закалились просто. Да, то есть крымчане со старта более закаленные люди, ну, хотя бы потому, что бытовые проблемы у нас всегда решались хуже всего, да? Вот сколько я себя помню в этом городе, у нас были перебои с водой, да? И там один мэр считал, что крымчанам не стоит мыться ночью, и выключали у нас воду почему-то именно строго в полодиннадцатого. Сейчас вроде бы стали давать, но все равно мы понимаем, что у нас газовые законы по-другому действуют. То есть если у нас похолодало, то батареи стали холодными. Спросишь у начальника ЖЭКа, почему? Он говорит, ну вы же знаете, что при охлаждении газ сжимается. Вот в Москве он в минус 40 не сжимается, а у нас сжимается. Но это здорово закалило наш народ. Хотя, конечно, мы стали меньше путешествовать. У нас появились очень серьезные паспортные проблемы. И проведать своих друзей и знакомых на территории материковой Украины, как сейчас принято говорить, это целая спецоперация, и не всякий на это решается. Ясно, Елена, но вы много путешествовали до 2014 года. Да. Вы находите какие-то альтернативы на огромные территории нашей России? Может быть, альтернативы, которые вы смогли бы променять на какие-то европейские курорты? Разумеется. Ну то есть о европейских курортах просто уже забыли в данный момент. Понятно, что сейчас эти путешествия не представляются возможными. Во всяком случае в нашей семье. По нескольким причинам, в том числе и организационного характера. У меня до сих пор нету заграничного паспорта России. Но, скажу честно, в этом мой прокол, потому что я не очень стойкий человек, я не люблю стоять в очереди. И после того, как я поменяла права и отстояла в ГАИ сутки, я за паспортом уже не отправилась. Ну вот, кстати, многие европейские страны, насколько я знаю, можно оформлять в российском посольстве и визы, в том числе. И, насколько я знаю, туда входит и Италия, и Франция, и оформляют, и пускают. Нет, это не совсем так. Я знаю, что прецеденты есть. Заграничные паспорта, полученные в Крыму, в том числе бесплатно обмененные на старые украинские паспорта, поскольку сегодня у крымчан есть возможность обменять старый заграничный паспорт украинский на российский бесплатно и получить возможность путешествовать. У нас в рамках нашей страны десятки, практически порядка, по-моему, 60 государств у граждан России есть возможность безвизового въезда, который позволяет, в принципе, расширять свои такие горизонты мировоззрения. То есть они безвизовый режим и понятно, а крымчан они пускают в крымские прописки? В том числе по крымским паспортам в европейские страны, в том числе пускают. И вот, как вы сказали, Денис, те государства, которые привели пример, Франция, насколько я знаю, нет, но Италия, Чехия, Испания, это те государства, которые сегодня открывают шенгенскую визу по крымским паспортам. У меня есть знакомая, где был прецедент, ей Соединенные Штаты Америки открыли визу по крымскому паспорту, который был получен вот таким путем. Поэтому говорить о том, что есть полная, я не думаю, что там есть связи, я думаю, там просто ваше везение. Ваша знакомая где зарегистрирована? На территории Крыма? На территории Крыма? Нет, многие находят для себя действительно выход, кто регулярно ездил в Европейский Союз, они сегодня получают прописки, не на территории Крыма, но и в других регионах. Но я говорю о тех примерах, когда человек прописан в Крыму, получил паспорт в Крыму и ездит, и путешествует свободно. И действительно, я уверен, что эта тенденция будет со временем решаться. Мы видим, что с каждым днем все равно трезвых голосов и в Европейском Союзе, и во влиятельнейших информационных ресурсах Запада звучит все больше и больше. И к нам приезжают французские делегации, итальянские парламентарии, экс-премьер-министр Японии, прецедентов визита, чего стоил визит экс-премьер-министра Италии на территорию Республики Крым и так далее. И трезвых голосов будет звучать все больше и больше. Поэтому я думаю, со временем эта проблема будет решена. Спасибо, Юлия. Я вам хочу задать вопрос. Как представитель молодежи, в продолжении разговора о значении представления Крыма к России, есть мнение, что это поколение, которое выросло за время нахождения Крыма в составе Украины, за эти 23 года влияло на молодежь, на их взросление, украинская идеология, и это поколение называют потерянным для нас. Как молодежь относится к этому событию и как она смотрит на проблемы, с которыми сталкиваются люди сейчас? Вы знаете, это неправда. У нас нет потерянного поколения среди молодежи. Действительно, процесс адаптации происходит и происходит достаточно быстро. Сейчас на территории Российской Федерации молодому человеку открыто огромное количество дорог и путей, где он может найти себя, где он может реализовать себя. Огромное количество молодежных организаций, в том числе крупнейшие из них, которые уже представлены на территории Республики Крым и были созданы буквально в первое полугодие после проведения референдума. Если молодой человек хочет изменить свою жизнь, жизнь своего полуострова или своей страны в будущем, он видит, как это можно сделать. Есть огромное количество грантовых программ, программ поддержки, форумные компании, на которых молодые люди могут тот или иной свой проект провести, получить под него финансирование и реализовывать. Есть такие примеры и на территории Республики Крым. Буквально в этом году летом на нескольких форумах принимали участие наши студенты, наши представители работающей молодежи, они получили гранты под проекты медийной направленности, под проекты, связанные с каким-то социальным воспитанием молодежи, а также населения полуострова. И вот буквально сейчас, в апреле, начинают реализацию своего проекта, и они получили под него финансирование. Что касается путешествий, очень много есть возможностей, чтобы путешествовать сейчас у молодых людей. Во-первых, по территории Российской Федерации. Опять же, форумы, образовательные площадки. Наши ребята из Российского Союза молодежи предлагают разное количество мероприятий, таких как студент года, например. И, кстати говоря, в Крыму учится студент, который на национальной премии Российской Федерации занял первое место в номинации «Студенческий лидер». Впервые проводилась такая национальная премия, в которой Крым участвовал, да, и мы уже смогли показать себя на таком высоком уровне. Это не просто так. Все-таки процесс адаптации происходит. Но их очень мало, таких людей, которые получают. «Российская студенческая весна» — творческий проект, куда ездила наша делегация, причем международный проект «Российская студенческая весна на Кавказе». Ребята из Керченского университета показали себя на высочайшем уровне. Их достаточно много, просто мы, может быть, мало об этом знаем. Понятно. Много плюсов, новых возможностей увидела молодежь после отхождения. И, кстати говоря, что касается путешествий за границу, есть программы российско-китайского сотрудничества, сотрудничества в рамках стран БРИКС и ШОС. И крымчане в декабре прошлого года участвовали в программе «Поезд дружбы». Руководитель Севастопольской организации РСМ Вероника Аксютина спокойно абсолютно с крымским паспортом открыла визу, поехала в Китай, пообщалась с ребятами. Нет никаких проблем. Замечательно. Владислав, вы хотели добавить. Мне, кстати, тоже была предложена возможность поехать в рамках российско-немецкого сотрудничества по программе развития межпарламентских связей как молодому депутату. Россия и Германия регулярно обменятся делегациями таким. Но я, в принципе, сознательно отказался от этой поездки, поскольку не было такого желания. Я был в Германии еще в период студенческих лет. Но с точки зрения чисто своей гражданской позиции у меня просто не было желания на тот момент ехать в ту страну, которая действительно настолько агрессивно ведет свою внешнюю политику в отношении нашего государства. Абсолютно согласен с Юлей. Сегодня у наших студентов, у нашей молодежи появляется огромное количество возможностей для внутреннего туризма. Сегодня в Российской Федерации создано очень много классных, по-другому назвать их нельзя, инфраструктурных объектов, которые позволяют нашей молодежи, в общем-то, отдыхать даже лучше, чем на курортах той же Европы. Вот, например, то, что было создано в Сочи, те комплексы горнолыжные, то вся инфраструктура этого туристического объекта сегодня является даже лучше чем-то, чем в самых развитых странах мира. И таких объектов в нашей стране создано много. И в этом плане сегодня даже в рамках Крымского федерального университета существует действительно очень много возможностей. И по итогам 2015 года наши студенты ездили от Якутска до Краснодарского края. Ездили за деньги бюджета, не за свои личные, как всегда это было в Украине. В Украине элементарно у ребят не было возможности поехать в город Киев за государственные деньги. Их просто не было. Сегодня наши ребята имеют возможность путешествовать по всей стране абсолютно бесплатно с точки зрения перелета, проживания, питания и получать уникальный опыт общения и привозить в Республику Крым какие-то классные новые идеи и инициативы. В этом плане это беспрецедентная ситуация. Спасибо. Вы упомянули про Германию. У нас есть гость в аудитории. Передайте, пожалуйста, микрофон. Который удалось побывать в Германии буквально на днях. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. У меня живет сестра в Германии. И через Москву мне не удалось к ней попасть. И я решила попытать счастье. Вы пробовали, да, через Москву? Да, не получилось. И я попытала счастье через Киев. Вот. Через Киев получилось. Значит, при том даже, что справка о зарплате была в рублях. Вот. И у меня не было справки из налоговой инспекции. Даже при этом мне открыли визу. Но, как я поняла, визу открывают только для тех, у кого есть близкие родственники в Германии. Для тех, у кого их нет, наверное, это сложно получить визу. Вот. И... Проблем вообще никаких не было? Вас там не спрашивали? Допрос не устраивали? Есть у вас российский паспорт? Ну, понятно, что при выезде из Крыма лучше российский паспорт оставить дома. Вот. По украинскому паспорту я выезжала и въезжала в Крым. И въезжала по украинскому паспорту? И выезжала из Крыма, и въезжала в Крым по украинскому паспорту, да. Это можно сделать и по загранпаспорту, опять же, по украинскому. Вот. И визу мне дали в течение трех дней. Скажите, пожалуйста, а при пересечении границы российской вы получали этот вкладыш как эмигрант? Нет. То есть, другими словами, Денис, это та реальность, с которой мы как бы немножко останавливаем, но она действительно такова. Речь идет о следующем. О том, что в реальности, я знаю много знакомых из Севастополя, моряки, которые выезжают на рейсы, они выезжают через Киев. Ну, правда, из-за того, что над Украиной летать, как известно, практически невозможно, то это такой своеобразный прыжок. Киев, Минск, который превратился теперь в крупный международный аэропорт, и Москва. А потом в Москве уже пересадка на рейсы, дальше ты летишь, куда тебе это необходимо. И второй момент, который вот здесь был тоже об этом сказан, он тоже в этом и состоит. О том, что, ну, скажем так, всегда дифференцированные отношения. То есть, вот то, о чем говорила девушка, о том, что, по счастью, многие крымчане действительно могут, как бы на это не обращая внимания, закрывают глаза, и люди пересекают границу, получают такую возможность. Но это касается только тех, ну, например, мы с Олегом Валентиновичем, если пересечем границы Украины, то нас туда пропустят. Мы спокойно проедем по всей Украине, но при попытке выехать под белые рученьки нас приведут, как врагов украинского народа. Может, ветераны и раньше, может быть. Да, именно об этом идет речь, то есть, другими словами, скажем так, отношения дифференцированные. Тем не менее, я могу поделиться собственным опытом, тоже как эта девушка, тоже как девушка, о том, что летом прошлого года я побывал в Японии на международном конгрессе, который был посвящен в целом исследованиям славянски, славястики. И, в частности, конечно же, и прежде всего, по моей секции, эта речь шла о политическом кризисе. Япония, страна, которая, с одной стороны, присоединилась к санкциям, с другой стороны, она очень, скажем так, всегда нейтральна и осторожна относится к определенным вещам. И для того, чтобы предоставить полноту мнений, они пригласили представителя Донецка и Крыма. И поэтому то, что мы там побывали, в какой-то степени было весьма и весьма показательно. Обстановка была очень интересная, доброжелательная. Самых больших патриотов Украины я нашел среди украинских исследователей, которые уже многие годы живут за рубежом. Чем дальше от Украины, тем больше он патриот. В остальном, всегда было заметно, особенно среди тех, кого мы называем интеллектуалами, как раз стремление увидеть, понять, потому что они хотят знать, как это происходит на самом деле. И, наконец, сама позиция принимающей стороны, которая как раз была направлена на то, чтобы показать наибольше, что на самом деле происходит, какая реальная картина, как люди воспринимают. И это было удивительно, потому что было видно, что люди хотят это воспринимать. Мы одиноки, то есть мы находимся в ограничениях. Против нас в основном направлены враждебные достаточно стороны. Но тем интереснее защищать свои позиции. То есть тем самым, когда ты чувствуешь себя частью большой и великой страны, которая способна за себя постоять, это многого стоит. Спасибо, Олег Валентинович. Владимиру Академовичу реально повезло. Япония это и в мирной жизни страна, которая визу с большим трудом выдает. Я не знаю, как вы получали, это уже ваше дело. Но вот пример девушки подтвердил, что шенгенскую визу с крымским паспортом получить нереально. Причем дело идет, речь не о загранпаспорте, потому что в любое шенгенское посольство надо представлять гражданский паспорт внутренний. И там крымская прописка. Поэтому вам скажут, вот, наверное, вам так и сказали, да, что вам надо ехать в Киев. Правильно? Из Москвы. Я сама такое решение приняла. Да, то есть это вы. Ну, я вот рассказываю историю, которая со мной произошла год назад. Я никогда не путешествовал просто так, чтобы там на пляже погреться. Мне это не надо. Я всегда по делам выезжал туда. И, честно говоря, вот половина моих, как бы, деловых связей была полна в России, половина за рубежом, в Европе, прежде всего, в Германии, в Польше. И когда меня пригласило словацкое правительство работать в Братиславском университете на два месяца, я, ну, понятно, что Киевское посольство для себя вычеркнул сразу в Словацкое, я обратился в Московское посольство. У меня там знакомый был, не в самом посольстве, а в представительстве ЕС в Москве. Он тоже историк, словак. И он ко мне позвонил, сказал, что, ну, вы же понимаете, для всего мирового сообщества Крым – это Украина. Говорит, там, для Зимбабве, для Северной Кореи, понятно, это Россия. Ну, как-то он так пошутил, он по-русски хорошо говорит. Говорит, поэтому, пожалуйста, вам хоть за день откроют визу. Мы там консулу позвонили в Киев, она вас ждет, просто придете туда, скажете, что вам поставят, и вам за день поставят визу. Я говорю, нет, спасибо, вы знаете, я не поеду в Киев не потому, что там не хочу, там, или не хочу в Словакию поехать. Я говорю, я не хочу просто попасть, там, банды на границе, что угодно может произойти. Понятно, но эту проблему нужно решать. Это проблема, есть такая проблема, я не знаю, как ее решать. Я еще раз повторю, они в своем праве, но не хотят и не выдают, ну, что мы им сделаем? А я бы еще добавила, знаете, о такой ситуации. Почему мы должны ехать в Киев, мы считаем себя россиянами. Ну, считайте, вот мне так и сказали, считайте. Да, правильно, у вас абсолютно патриотическая позиция. Но я к этому готов был, поэтому я не стал там ничего их упрашивать. Я сказал, ну, хорошо, я не поеду туда, я отказался, и все. Возник еще такой правовой казус, это, так сказать, в довершении этого разговора. Остались крымчане, у которых еще действуют загранпаспорта с визами, поставленными до 2014 года. Ну, вот у меня такой, да, у меня есть такая виза. И должна сказать, что несказанно повезло, видимо, знакомой Владиславу, потому что мне известны случаи куда более печальные. Люди, которые с украинскими паспортами купили билеты, например, в Нью-Йорк, долетели туда, были отправлены назад, в лучшем случае, тем же рейсом. Хотя у них была американская виза, выданная Украиной, потому что человек имеет прописку на территории Крыма, и в отношении Крыма приняты какие-то внутренние документы и регламенты, о которых, возможно, мы не информированы, но они являются достаточным основанием для того, чтобы человека отправить домой. А это большие деньги, плюс перелет 9 часов туда-обратно. Одним словом, есть у нас расстроенные граждане, которые думали, что этой проблемы международной не существует. Понятно. Ну, сейчас я просто хочу у Владислава спросить, есть ли возможность решить эту проблему на федеральном российском уровне, либо это все-таки вот такая международная проблема, которая вот только какими-то международными соглашениями? Безусловно, это вопрос политики тех стран, которые не выдают визы крымчанам с российскими паспортами. Это вопрос их политических моментов, внутреннеполитических моментов, которые выливаются во внешнюю плоскость. Но в этом плане мы обсуждаем эту проблему, но опять-таки для меня, как для крымчанина, как для гражданина Российской Федерации, абсолютно вот эти ограничения не влияют на мою жизнь. И, в общем-то, я нахожу для себя возможности ездить по Российской Федерации. Да, если речь идет о деловых каких-то поездах. Но опять-таки, я говорю, прецеденты есть. Вот я владею совершенно другой информацией, что ряд европейских государств по крымским паспортам визы открывают. Я не буду говорить о роде этой визы, безусловно, визы делятся по ряду категорий, в том числе в Европейском Союзе, но прецеденты открытия таких виз, они есть. И, в общем-то, мы понимаем, что сами-то европейские государства очень заинтересованы в российских туристах, и, в общем-то, в той же Италии хозяева отелей. Видно, тоже в США прецедентное право действует, тем не менее, для них это не является основанием для того, чтобы принять это уже как за основу прецедентов. Делают фиктивную прописку, делают фиктивные свидетельства от дохода где-нибудь из Краснодарского края. За 500 евро какую-нибудь литовскую визу вам поставят. Ну, если вас потом поймают, ну, это сняйте на себя. Ну, да, это же понятно, что эта проблема, в принципе, на данный момент не решаема. Не решаема на данный момент, к сожалению. Давайте посмотрим сейчас... Ну, я вот что хочу к коллеге присоединиться. Дело в том, что вопрос с визами волнует, ну, настолько малую часть крымчан, что, в принципе, актуально. Это просто часть нашего... Это вопрос назвать нельзя. Это просто часть нашего разговора о тех санкциях, которые вводятся. Ведь реально к нашей жизни... Они внести этот разговор чисто на зрительных характерах. Это реально речь идет просто о качестве жизни, о том, что мы здесь... То, вот как говорила госпожа Смирнова, о том, что, во-первых, для тебя, если уж тебе так очень хочется, открыт Восток, который более разнообразен. Во-вторых, сама Россия – это сверхшикарная страна, не говоря уже о великолепии нашего Крыма. То есть, где ты всегда найдешь то, что необходимо. Ну, и корпоративные связи тогда тоже желательно перестраивать на Восток. Да, уже сейчас видно о том, что какое количество людей, которые не могут без того, чтобы не выехать за рубеж, предпочитают открывать для себя Азию. И с удивлением смотрят, насколько это интересно и разнообразно. Да и, собственно, например, то же самое поездка. Одна поездка по Кавказу, где проходят какие-либо семинары или мероприятия, сразу же показывают, господи, да какая же это гигантская страна, насколько здесь все красиво, насколько интересно. Ну, и вдобавок, действительно, после этого ты возвращаешься и сравниваешь. То есть, я могу присоединиться полностью к госпоже Иваниченко. По поводу того, что единственный раз, когда я чувствую, что нет никаких проблем с ЖКХ, когда тепло, когда горячая вода, это как когда я прилетаю из Крыма в Москву. Тогда вот, когда возвращаешься назад, выходишь из самолета и радостно вдыхаешь крымский воздух. Здравствуй, Родина! Спасибо большое. А я сейчас предлагаю посмотреть, у нас есть такая небольшая графика о том, с какими конкретно проблемами сталкиваются крымчане сегодня. Давайте посмотрим. Итак, на материке и за рубежом. Это медобслуживание, проблемы на границе, получение виз, получение различных документов, банковское обслуживание. Собственно, о получении виз, проблемах на границе мы, в общем-то, поговорили. Получение различных документов. Может быть, Юля, с какими-то, может быть, вы еще сталкивались с какими-то проблемами? Вот сказали по поводу банковской системы, да, наши студенты, работающие молодежь, которые выезжают на мероприятия на материковую часть России, они не могут пользоваться банковскими картами, выданными на территории Республики Крым. Действительно, это неудобно. Это не то, чтобы сильно большая проблема, да, это неудобно, когда другие студенты могут позволить себе снимать деньги в банкоматах или расплачиваться картой. Наши должны возить с собой наличные средства. Ну, это дискомфортно, по крайней мере. Спасибо. У нас как раз в студии есть гостья, которая ездила в Москву с картой Крымского банка, и ей не удалось снять деньги. Расскажите, пожалуйста. Я обращалась в разные банкоматы, не могла снять наличку, потому что первый раз летела на самолете, не знала, как там посмотрят, хоть небольшая сумма, но все равно летела на свадьбу своей дочери. И в какой я оказалась среде, что у меня нету даже для себя никаких денег, снять ничего не могу. Ну, ладно, это еще ничего. Здесь решила открыть кредит. Вроде работы. Ну, вы расскажите о том, как... Я так понимаю, вы отправились в Москву. Вот, скажите немножко поподробнее о том... Хорошо. Короче, подоходила к одному банкомату, ко второму, к третьему банкомату. Не могу, недоступная операция, недоступная операция. Подходит ко мне человек, ну, в костюмчике еще, говорит, у вас проблемы? Да, проблемы. Говорю, почему я не могу? Он говорит, давайте я вам помогу. Берет мою карточку в руку и говорит, а что это за банк? Где вы ее взяли? Я говорю, мы в Крыму. А, из Крыма? Ну, ну. Развернулся и ушел. С карточкой? Нет. И с ними карточкой у меня. Давайте попробуем, да, вот немножко обсудить эту проблему. Действительно, как, Олег Валентинович? Ну, я, вы знаете, я как только... Это странная ситуация, да. ...частью России, я, в принципе, я давно к этому привык, к такому образу жизни. Я сразу себе карты подделал разных банков. Я не буду говорить, какой банк, чтобы не было рекламы. Это могу потом сказать в кулуарах. Но вот буквально недавно, в начале декабря, у меня эта карта уже больше года, в начале декабря я был в Санкт-Петербурге, и так я не то, что там деньги снимать, я в магазине расплатился этой картой спокойно, в терминале. Даже так. Подождите, а чем закончилась история женщины? Ну, чем история закончилась? У разбитого корыта осталось желанное деньги своих родственников. Просто у вас, наверное, такой банк, который не так давно просто появился. Нет, 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 это существующая проблема. Известные крымские банки, почему-то не налажены, да, банковские... Ну, у меня нет. На самом деле, есть возможность снимать деньги на материке, но только в банкоматах определенных банков, у которых заключены соглашения с нашими крымскими банками. Есть такая возможность, но очень тяжело найти эти банкоматы. Это, мне кажется, тот самый случай, когда моральные проблемы переходят в материальные и наоборот. Я, например, по роду своей деятельности просто часто пишу какие-то статьи или делаю материалы для российских изданий. И каждый спрашивает, можно ли вам перечислить гонорар карточкой Сбербанка. То есть расчетная система карты Сбербанка в России есть везде. Это элементарно. Это каждый житель России делает по номеру карты в каждом банкомате. Что вы думаете? На наши карты эта операция невозможна к проведению. С этой карты можно, но только если полностью реквизиты послать. Только вот таким вот образом. Вопрос у меня такой. А что стоит нашей большой родине или, например, Сбербанку, выдающемуся Большому банку России, наладить эту систему? Почему этот банк не открыл в Крыму, насколько мне известно, ни одного представительства? А хотите я вам отвечу? А я знаю почему. Потому что они боятся международных санкций. Но если они считают, что по крымчанам, так сказать, обратная сторона патриотизма может ударять, почему же наши крупные финансовые гиганты, да, а если я не ошибаюсь, руководитель этого банка имел отношение к официальным кругам России, да, почему они не идут нам навстречу? Госпожа Иваниченко говорит об одной скандальной истории, которая имела очень большой резонанс. Герман Греф, председатель Сбербанка, на собрании акционеров Сбербанка открытым текстом сказал, мы в Крыму, это был 15-й год, работать не будем из-за угрозы санкций. Самое забавное состоит в том, что Сбербанк все равно попал на ограничение санкций, он не может получать длительные кредиты за рубежом, привлекать к себе средства, но это нисколько не меняет его политики. То есть это представитель той самой части российской элиты, которые привыкли, ну, у них, как говорится, есть все, они живут в мире своих абстракций, и исходя из этих, они там начинают говорить, что у нас страна там дауншифтер, о том, что одеть себе очки от Google и начинать дальше, они видят не людей, они видят цифры. И поэтому возникает тоже достаточно такая интересная ситуация. Тем более, что после этого мы все вспоминаем о том, что у нас мобильных операторов, ни один из крупных крупных сюда не зашел, о том, что банки, которые у нас работают, вот как было сказано о том, что ты еще попробуй их обменяй, и целый ряд вот этих вещей, которые являются сугубо внутренними, российскими. То есть если мы часть России, а вы заявляете об этом, что мы можем попасть под санкции, то тогда подождите, а вы вообще российские организации или нет? Да, спасибо. И вот такой вопрос. Понятно, что мы страна свободных рыночных отношений, но если речь идет о таких глобальных системах, связи, можно сказать, жизневажных, может быть, есть какой-то механизм воздействия и принудительные рекомендации, Владислав? Я здесь полностью соглашусь с Владимиром, поскольку вот та точка зрения, которая нам была озвучена, действительно соответствует действительности. Недавно был другой скандал, когда один из представителей Сбербанка выступал на одном экономическом форуме, который проходил в Республике Крым, где тоже была озвучена подобная позиция, что Сбербанк не зайдет на территорию Республики Крым. А вообще там была предложена инициатива провести еще один референдум с согласованием с Западом и так далее. Там этого человека, наверное, практически выносили из зала крымчане, не только крымчане, а представители других субъектов Российской Федерации, которые там были. И вот такая позиция таких людей, вот такой называемой, так называемой интеллигенции, буржуазии, которые действительно живут в другом мире, в мире цифр, в мире, где для них важны только деньги и сугубо их личный коммерческий интерес, к сожалению, отражается на нашей действительности. И вот этот вопрос может быть урегулирован только на федеральном уровне. И здесь крымчане, конечно, на месте эту проблему не решат. И здесь вот один из выходов, это заключение многосторонних договоров с другими российскими банками, чтобы наши карты были действительны в банкоматах на территории континентальной Российской Федерации. В этом плане, конечно, нам только нужно... Я могу в этом плане добавить о том, что у меня был опыт общения. Дело в том, что сюда же тоже приезжают иностранцы. И в частности, мы принимали у себя все те же японскую делегацию. Это были эксперты высокого уровня. Мы встречались в том числе и с председателем банка РНКБР, который работает в Крыму. Это профессионал очень высокого класса, молодой человек, добившийся именно своим трудом, который знает о том, что он делает, он налажит работу. И он говорил именно об этом, о том, что система договоров позволяет нам работать. Но мы сталкиваемся с определенными трудностями сугубо технического характера. То есть обычные ситуации, можно перебросить с карты на карту, а здесь для того, чтобы перебросить в другой банк, приходится действительно такое количество реквизитов, что это делает работу сложной. А как это решается в России, я думаю, хорошо известно. Российская платежная система МИР должна заработать где-то с июня в полную силу. Это будет наша национальная система. И я думаю, часть проблем снимется, когда начнут карты МИР выпускать. А пока, поскольку Visa и MasterCard блокируют Крым, никаких у них вовлений нет. Еще одна очень важная проблема, которая не была презентована на экране, связана со сферой IT. Очень многие молодые люди работают как раз в этой сфере. И те, у кого были заключены контракты с европейскими и заграничными странами, они вынуждены были покинуть территорию республики, переехать на материковую Украину. Те, у кого уже были контракты с Россией заключены, они переезжали либо в соседний Краснодарский край, в Ростов-на-Дону или куда-то дальше. И мы теряем специалистов, специалистов, которые действительно могли бы работать на нашей территории. Спасибо. Я знаю, что у вас еще одна проблема возникла в связи с получением кредитов в Крымском банке. Недавно решила сделать это себе подарок, там все-таки же 8 марта, и решила кредит взять. Но что вы думаете? Прошла неделя, мне никто не звонит, на работу не звонит, никто не это. Пришла опять филиал, говорю, почему? Говорю, в чем проблема? Говорю, вроде выходные закончились. Они говорят, а вам отказали сразу через 15 минут. Я на каком основании? А вы, говорит, находитесь в черном списке, злостная неплательщица, приватбанка. Я говорю, стоп, подождите, какой приватбанк? Помимо приватбанка, говорю, у меня еще один кредит есть, почему вы тот банк не трогаете? Конечно, они в этом филиале все оплачивают, на меня смотрят. Были такие филиалы, когда вот этот референдум прошел, что люди находили моменты где-то заплатить. Я говорю, хорошо, да. Я обращалась, говорю, ну я просила бумаги, чтобы куда-то потом вернуть свои деньги, найти свои деньги. Я не стала платить. С приватбанком в то время мы разговаривали по телефону. Я объяснила, что я живу в Крыму. Они говорят, мы с Крымом не работаем. Говорят, вам сейчас придет смс-ка. Да, мне пришла на телефон смс-ка. Извинения. Но почему РНКБ, какие-то черные списки? Что это значит, черный список? Это что, теперь мы не выездны, только через паром, по Золотому кольцу, в Сибири и все? Спасибо, ну да, вообще ситуация странная. Именно по поводу банка, связанной с банком, который ушел с территории Крыма. Он не просто ушел, он ограбил людей. Ограбил людей, да. И при этом не предоставил никакой информации о кредитах. Как эта информация тогда оказалась в одном из крымских банков? Вот вопрос. И как эту проблему решать? Есть ли какие-то вопросы? Это проблема связанная, да. Это проблема, да. Это проблема, да. Это, наверное, было пригласить, потому что мы вряд ли вам ответим на этот вопрос. Но вы же знаете закон, да? Подписан. О том, что возвращение... По этому поводу есть даже старая шутка о том, точнее новая шутка из интернета о том, что когда чемпиону мира по борьбе без правил Федору Емельянко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов. Так что это может быть решение проблемы. Спасибо. Мы видим, что проблема действительно банковской сферы в Российской Федерации, особенно с частейшими случаями проблемы коллекторов, когда действительно гибнут дети, угрожают жизни людей и так далее. Действительно это сегодня вышло на федеральный уровень. И в целом деньги границ не имеют. Для меня эта ситуация, безусловно, является просто недопустимой. Я считаю, что те украинские банки, которые помимо того, что ограбили людей, финансируют и продолжают финансировать АТО на Донбассе, убивая наших соотечественников... В том числе, кстати. В том числе, это та ситуация, которая просто... Для меня это полное недоразумение. Я, как депутат Государственного Совета и крымчанин, просто не могу дать ей нормальное объяснение. Что касается уже темы кредитов, ее тоже озвучивали. У нас в Республике Крым прошли парламентские слушания с участием достаточно высокопоставленных лиц федерального значения. И действительно, на мой взгляд, был принят антикрымский закон. Принят был потому, что еще у нас нет депутатов в Государственной Думе, представляющих Республику Крым. Мы их только получим в сентябре 2016 года. И если бы наши крымские депутаты выступили на трибуне Государственной Думы Российской Федерации, то я убежден в том, что, возможно, бы и не был принят этот закон в том формате, в котором он был принят. Но я уверен, что и глава республики, и представитель Государственного Совета Республики Крым будут продолжать вести работу над тем, чтобы закон был изменен. Сергей Валерьевич предлагал, чтобы ряд норм этого закона были введены с 2017-2018 года, поскольку просто людям нужно дать время. Люди готовы вернуть кредиты. Но тут вопрос возвращения депозитов, которые были потеряны навсегда. И если фонд защиты вкладчиков компенсировал суммы, мы помним, что это суммы до 700 тысяч рублей. Вот только сейчас начали компенсировать суммы выше этих цифр. И эта проблема, конечно, имеет очень серьезное значение. То, о чем говорит Владислав, это одна из самых болезненных и резонансных тем в Крыму. Дело в том, что, во-первых, появление самого этого закона в Москве стало во многом неожиданностью для крымчан и для крымских политиков. Они были шокированы. Да, собственно, и все мы помним прекрасно фразу президента на пресс-конференции 2014 года, когда ему задавал вопрос один представитель, житель Крыма, о том, что я взял кредит в приватбанке, у меня машина, что мне делать? Президент ответил, ездите себе, катайтесь на здоровье. И поэтому появление этого закона, когда вдруг выясняется, что крымчане должны платить, да еще и платить вот тем банкам, которые их обрабли, было в значительной степени шоком и неожиданностью. И тут я должен отдать должное руководству Крыма Владимиру Константинову, сенатору от Крыма Сергею Цекову и заместителю председателя Андрея Козенко, председателя Госсовета, которые весьма жестко и достаточно ярко действовали в этой обстановке и требовали изменений. Именно их действия сенатора, также еще и Коветиде, заставили, во-первых, взглянуть на эту проблему, а во-вторых, я увидел о том, что в результате председатель Верхней Палаты парламента госпожа Матвиенко, разобравшись в вопросе, потребовала, чтобы там были внесены изменения. Все равно ситуация остается, конечно же, во многом для нас непонятной. Но в результате стало понятно, что, например, рэкетиры под названием коллекторы в Крыму действовать не будут. Во-вторых, о том, что там все очень достаточно сложно. Те банки, которые ограбили крымчан, им в кредиты не возвращаются, то есть в этом проблемы нет. Речь идет о кредитах, которые были предоставлены филиалом российских банков и которые расплатились со своими вкладчиками. То есть в результате люди стали более дифференцированно к ним относиться. Но я согласен с тем, что говорил Сергей Аксенов, о том, что, в принципе, этого закона вообще не должно быть. Мы никому не должны. Будем надеяться, что, да, либо будут внесены какие-то изменения у него, поправки, и эта проблема решится. Мы вышли на улицы и задали крымчанам вопрос о том, с какими проблемами они столкнулись. Я сейчас предлагаю посмотреть. Трудностей таковых не было. Ну, мелкие, но основных таких. Ну, только свет, но это же не Россия виновата. Ну, пока все нормально, все хорошо. Крым остался Крымом. В любой власти люди себя чувствуют сейчас довольно комфортно. Трудностей как таковых я не вижу. С легкими неудобствами, я бы сказал. Ну, долго в очереди паспорт получал. Так нормально. Страшно было. Беспокоились, как это все произойдет. А так все пережили, все хорошо. Слава Богу. Столкнулась. Оформлялись документы целый год. Не могла прописать ребенка, вот все вместе. Второго. Спасибо. Ну, в общем-то, мы видим, что большинство людей, в общем-то, такая патриотическая позиция, закаленные люди, да, но одна только сказала, что действительно проблема была. Я напоминаю нашим телезрителям, что они могут звонить нам по телефону 6207-63 в прямой эфир и задавать вопросы нашим гостям, писать в группы Народного вердикта Facebook и ВКонтакте и участвовать в интерактивном голосовании. Мы продолжаем программу. Наступает вторая годовщина Крымской весны, с приходом которой многие связывали решение всех своих застарелых проблем. Но куда деваться тем, кто бьется в замкнутом круге бюрократической неразберихи, кто оказался заложником ситуации. Мы знаем, что в Крым едет множество специалистов в разных областях, чиновников, но и крымчане выезжают работать в Россию. Вот у большинства украинские дипломы, трудовые книжки, крымские. Как, Юля, может быть, вы расскажете о том, молодежь, которая едет в Россию, сталкивается ли она с проблемами украинских крымских дипломов? Ну, сейчас в основном молодежь, которая заканчивает крымские вузы, в большинстве случаев остается работать в Крыму. Здесь проблем не возникает. Что касается прецедентов на территории Российской Федерации, я о подобных не слышала. Если бы, я думаю, они имели места, то они бы получили достаточный резонанс. То есть украинские дипломы... Все дипломы, признанные премьер-министр Дмитрий Медведев, если мне не изменяет память, в 2014 году подписал соответствующий документ. Все наши дипломы об образовании, квалификационные дипломы, дипломы доктора наук, дипломы профессора, доцента, все приравнены без каких-либо дополнительных процедур, без всяких там апостелей и тому подобное. То есть диплом, полученный на территории Украины до 1 января 2015 года, такой же, как российский диплом обычный, и без всяких инсинуаций. Спасибо. У нас есть звонок телезрителя. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос по ГАИ. Какой вопрос? По ГАИ. По ГАИ. Да, пожалуйста. Я? Там такая лучшая. Я болезнь в банке залежал, на операции был. Но там невозможно было в борьбе украинских на российских. У меня вопрос можно, что там решители... Спасибо большое. Сейчас зададим вопрос депутата Госсовета. Спасибо. Владислав, действительно, мы знаем о том, что 1 апреля заканчивается процесс перерегистрации автомобилей. выдачи российских номеров. И мы знаем о том, что, да, даже было обращение о том, чтобы продлить этот срок, но, тем не менее, был отказ, да? Вот можете прокомментировать эту ситуацию? И возможно ли какое-то повторное, может быть, обращение депутатов Госсовета? Сейчас сложилась проблемная ситуация в этом плане. Мы можем, как жители Симферополя, все ее наблюдать. Я просто добавлю, я буквально сегодня тоже ехал по объездной, Ялтинской объездной, заезжая на мост, очередь начинается еще с Севастопольской объездной, наверное, с Патарийской трассы, и на мост, и дальше до ГАИ. С одной стороны, эту проблему действительно создали сами граждане, поскольку было два года. Я поменял номера еще в марте или в апреле, вот не помню. У меня просто еще даже серия «Три семерки», поскольку это тогда был подарок Москвы Крыму, когда у нас не было своего региона, 82-го, все получали номера под «Три семерки» и так далее. Времени было много, два года, это очень много. В общем-то, у нас 2,5 миллиона человек получили российские паспорта. Это беспрецедентный уровень нагрузки на федеральную миграционную службу, поскольку мы понимаем, 2,5 миллиона документов, и не только же паспорта. По сути, процесс документизации в Республике Крым завершен. Тут уже остались те случаи, в которые люди сейчас уже просто обращаются поздно. Вот то же самое и с номерами. К сожалению, люди до последнего надеялись, что они смогут ездить на украинских номерах, и говорили об этом уже давно, что номера нужно менять, и срок 1 апреля был озвучен достаточно давно. Времени было много, а был период, когда вот уже, особенно в 2014 год была действительно активность, те, кто меняли номера, в 2015 году очередей практически не было. У всех желающих была такая возможность. И, к сожалению, люди действительно сами создали себе эту проблему. Другой вопрос, те машины, которые зарегистрированы в других регионах Украины, это другая проблема. Здесь, конечно, нужно особое урегулирование, поскольку, я думаю, этот вопрос тоже будет еще подниматься, он будет решен. Тут должно быть опять-таки содействие федеральных органов власти, потому что не все мы можем решить на местах, поскольку есть федеральное законодательство. Но в этом плане, я считаю, что, конечно, эту проблему создали сами люди. Но когда мы поймем, что 1 апреля вот-вот уже подходит, и ситуация действительно остается очень сложной, я думаю, тут будет решение о продлении этого срока. Я согласна с Владиславом, я меняла номера в 2015 году. Если в 2014 на такой волне патриотизма, то уже все ринулись в МРЭО для того, чтобы поменять украинские номерные знаки на российские, были большие очереди. А в 2015 году их действительно не было. А сейчас, так как мы ограничены по времени... Ну, как всегда, мы все откладываем на последний момент. У нас есть еще один звонок телезрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Такой вопросик. Сергей, город Викторополь. Менял ребенка свидетельство о рождении. И вот почему родители пишут, как граждане Украины, граждане России в свидетельстве? То есть менялся украинское свидетельство на родители? Странно. Не совсем понял вопрос даже. В свидетельстве о рождении записывают родители, как граждан Украины, а не граждан Российской Федерации. Это странная ситуация. Меняет свидетельство с украинского на русское. Да, с украинского на российское. И меняет, пишет то же самое. То есть было написано, да, с свидетельства о рождении? Олег Валентинович, да. Но у меня, например, в паспорте тоже написано, что я родился в украинской ССР. Мне же не поменяли там ничего. А там же еще пишется гражданство. Вот, наверное, об этом вопрос. В данном случае, возможно, была техническая ошибка. Или переписывают то, что видят. Подождите, нет. Или на момент рождения они были гражданами Украины. Я вот этого не понимаю. Если были граждане Украины. На момент рождения, естественно, они были гражданами Украины. Чей он гражданин? Может, он откуда-то принял? Да, вполне может быть, что он из какой-то области мотивировали Украины. А в момент рождения уже является гражданином Российской Федерации. А отец, например, является еще гражданином Украины. Нет, то есть тут, может быть, они переписали о том, что в тот момент, когда ребенок родился, то они в этот момент еще были граждане Украины. И потом я вот тоже тут не совсем... Тут вот эти вот вопросы хотелось бы узнать у Сергея. Ну, понятно, да. Но ситуация такая странная. Почему пишут не граждане России? Если людям выдают российские паспорта, пишут, что они теперь граждане Российской Федерации. В тот момент, когда они стали родителями в этот счастливый момент, они еще были гражданами Украины. То есть тогда, то есть речь идет... Правда, я не совсем понял, а почему нужно менять свидетельство? Вроде бы же как действует... Ну, может быть, для... У желающих такая вот захотел. Нет, не только у желающих. Со стороны школ бывают такие пожелания. Бывают такие пожелания со стороны каких-то органов. Кстати, еще года два назад говорили о том, что незачем менять свидетельство о рождении детей, родившихся до 14-го года. Но, тем не менее, у меня уже несколько раз прошивали. И более того, они вписывают ребенка в паспорт российские родители, если ты не поменяешь свидетельство о рождении на российское. А всю эту процедуру в ЖЭКе с этими кошмарными очередями, ну, обстановку не буду описывать, каждый ее знает, побывавший. Нужно проходить сначала в тот момент, когда ты оформляешь свой паспорт, а потом то же самое с ребенком. Ехать на какую-то неведомую улицу Суходольную после этого, постоять еще там после того, как ты постоял в своем ЖЭКе. И вот это вот как раз набирает обороты. Это любая женщина прекрасно знает, то есть мама, потому что когда они приходят, там, ну, поменять так поменять. Причем это были профессиональные юристы. И вот она рассказывает о том, что она приходит в ЖЭК, ей говорят о том, что, ну, то есть речь идет о новой форме. Она говорит, ну, новая форма, так и новая форма. И она говорит, и тут она вдруг как-то так странно улыбается, говорит, ну, хорошо. И потом я... И после этого начался вот этот ад, который многие уже помнят именно об этом, то есть о смене документов. Спасибо. У нас еще, я прошу прощения, еще один звонок. Похоже, люди поняли, что мы обсуждаем действительно реальные проблемы. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Золот. Какой? В общем, у меня такая проблема. Я как-то не могу получить кредит в банке РНКБ. Объясняется, причина простая. Инвалидам не положено. Все. Инвалиды у нас получают люди второго сорта. Вот как быть такой проблемой? Спасибо, но это не совсем проблема, которая связана с переходом к РНКБ. Я могу вот чисто с житейской точки зрения ответить. Все-таки, когда выдают кредиты, вы же выдают под какие-то, да, какие-то доходы. Если у человека доход, только пенсия по инвалидности. Я, честно, я вижу только вот тут такую проблему. То есть у список требований банка, который... Это опять-таки вопрос о том, почему здесь нет других банков, которые создают конкуренцию и, следовательно, меняют требования, которые здесь существуют. Увы, это опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Спасибо. Вот мы говорили о дипломах. Хотелось бы еще затронуть тему зачисления трудового стажа, который был при Украине. И при этом многие люди, которые работали на предприятиях, головной офис которых находился в Киеве. Вот тоже проблема. Этот стаж не засчитывают. Может быть, тоже для этого нужны какие-то законодательные инициативы, для того, чтобы это тоже проблему решить. Депутаты только могут ответить. Да, наверное, Владислава больше. Это правда, так и есть. Частные случаи. Вы с этим сталкивались? Я лично нет, но масса знакомых, извините, которые вот из Киева вернулись сюда. Вот у меня коллега, он на госслужбе в Киеве работал 10 лет, хотя сам он родился в Крыму, учился в аспирантуре здесь. Мы давно знаем друг друга. А потом уехал туда в поисках лучшей жизни. Сюда вернулся вполне осознанно, потому что он понял, что там такое начинается, что хорошего там уже ничего не будет. Естественно, здесь у него этот весь стаж пропал, он еще даже гражданство получить не может. Он получает по полной процедуре. Хотя у него здесь родители живут. Он воссоединяется с семьей. Да, ну и многие люди, которые и жили в Крыму, и на момент референдума здесь были, и трудовой стаж у них получился теряется. Тем, кто жил в Крыму, вот я могу по себе сказать, совершенно стаж весь засчитали и все. Без всяких проблем. Тут вот как раз-таки проблем нет вообще. А здесь просто самооснование. То есть даже если законодатели принимают, то здесь же это же самое. А основание чего? Все, что на момент 14-18 марта 2014 года было, все признали, без всяких вопросов. Да, я тоже в этом плане дополню коллегу, что все крымчане, которые проживали на территории Крыма, и которые даже проживали не на территории Крыма, но были прописаны в Крыму, все все признано, все все получили. Те, кто официально работал опять же. Те, кто официально работал. Многие граждане Украины, которые проживали на территории Крыма, получили гражданство Российской Федерации, поскольку не хотели возвращаться в украинское государство, связать свою судьбу с Крымом, у них проблем никаких не было. Я даже как депутат, на приемах граждан ко мне обращаются люди, безусловно, с разными проблемами. кто-то не может получить разрешение на временное проживание, кто-то гражданство Российской Федерации. Но очень часто приходят люди и говорят, у меня даже были случаи, когда женщина уехала в Италию, отказалась от российского гражданства, сознательно написала заявление, как гражданка Украины уехала жить в Италию, сейчас вернулась в Крым и хочет получить гражданство Российской Федерации снова. Потому что поняла, что в Украине жить не хочет, в Италии не сложилось и хочет сюда. Поэтому тут частные случаи, и люди иногда сами, к сожалению, для них создают себе эти проблемы. Спасибо. Еще один звонок есть от телезрителя. Здравствуйте. Сорвался звонок. Я тогда сейчас предлагаю посмотреть, буквально сегодня нам удалось получить комментарии депутата Государственной Думы Российской Федерации, председателя партии Родина. Давайте посмотрим. Знаете, санкции сами по себе, это сейчас такая определенная уже бренд мировой. Без санкций уже никуда. Кто-то там что-то сделал, получите санкции. Поэтому мир живет сейчас в таком странном состоянии. Потому что раньше это была хотя бы, понятно, холодная война. Запад против Востока, империя одна против империи другой. То сейчас вводят или точные санкции, или санкции на страну. Это нормальное явление. Это, знаете, вот сегодня такая действительность. И она не вчера началась и не завтра закончится. Потому что в своем роде Америка искала любые поводы для того, чтобы ввести санкции против Российской Федерации. Там было дело Магнитского, еще что-то такое. Еще до Крыма, до всех дел. Почему? Потому что любое давление на страну, оно должно быть с точки зрения Америки. У американцев все очень просто делится. Плохой, малый или хороший. Вот хороший, это тот, кто выполняет все то, что они говорят. Как на них обращать внимание? Можно и обращать, а можно и нет. Потому что лучше, наверное, быть под какими-то санкциями, чем под дулами автомата, как сейчас происходит на Донбассе. Под обстрелами и под бомбежками. Наверное, это все-таки намного лучше. Тем более, что надо заметить, что в самой Российской Федерации никто особо сильно ничего не замечает. И если вопрос стоит о том, что санкции или Крым, только Крым. Вы летом прошлого года высказали за то, чтобы маркировать товары компаний, которые сотрудничали с фашистской Германией и Италией. И сказали о том, что вы отказываетесь ездить на собственном Мерседесе. И на каком автомобиле вы сейчас ездите? Ну, Мерседес я там, можно сказать, продал. Конечно, идеологии в этих отношениях быть не должно. Я просто... Смысл был только в другом. В том, что мы не должны забывать истории. Мы не должны к этому относиться очень просто. Как сейчас на Западе. Они уже из черного делают белое, из белого черное. Вы посмотрите, там, каналы даже Discovery, которые говорят там про битву под Москвой. Я вот смотрел американский фильм. Красиво снятый, кстати говоря. И действительно показан героизм советского солдата. Но чем он заканчивается? Он заканчивается тем, что вот, представляете, была какая великая битва. Двух диктаторов. Двух диктаторов. И получается, что вроде как уже люди наши, советские, они были как бы пешками в этой игре. Многие крымчане, которые уже получили российские паспорта, у них остались автомобили, которые они получали на материковой части Украины. И вот у многих проблема в том, что им не перерегистрируют автомобили, российские номера не выдают. Но и поехать на Украину, сняться с регистрации они не могут. Вот, может быть, ну, вы не задумывались о том, чтобы инициировать, может быть, на загадательном уровне вопросы, связанные с перерегистрацией? Знаете, ситуация здесь очень достаточно просто решается, на мой взгляд. Это действительно изменение законодательства. И я удивлен, почему те депутаты, которые здесь прошли, законодательное собрание, до сих пор не инициировали этого дела. Мы готовы поддержать, это частный вопрос. Он важный, кстати говоря. И если мы вопрос это решаем с некоторыми людьми, которые проживают даже там, на территории Донбасса, которые там получают российское гражданство, то здесь уж тем более мы должны это решить очень быстро и качественно. Думаю, что я сам тоже позанимаюсь этим вопросом лично, как депутату Сашиной Донбасса. И в ближайшее время смогу рассказать нашим гражданам, живущим в Крыму, как он решился. Точнее, лучше не рассказать, а просто они почувствуют сами. И последний вопрос. Что нужно, на Ваш взгляд, для того, чтобы сократить срок полноценного вхождения в поле Российской Федерации, Крыма? Бюрократия действует таким образом, что когда выгодно замылить вопросы, это происходит. Выдача свидетельств различного уровня, на собственность, на землю и так далее. Это может происходить. Но здесь нужно пользоваться теми механизмами, которые предоставляет государство. Это действительно депутатские обращения, это общероссийский народный фронт, который, кстати, сегодня центральный штаб заседал здесь и разбирал очень много вопросов. Это тоже вопрос, в том числе и общероссийского народного фронта. И это, конечно, воздействие на те чиновящие структуры, которые занимаются непосредственно стыковкой исполнительной власти, которая должна применять те или иные методы для того, чтобы здесь жизнь граждан была полноценной. Несмотря на то, что партия Родина не представлена в законодательном собрании Крыма и Севастополя, но, тем не менее, мы не отстраняемся, мы будем работать здесь. У нас здесь много избирателей, и я уверен, что в ближайшее время мы все это решим. Спасибо. Я напоминаю, это был Алексей Журавлев, председатель партии Родина, депутат Государственной Думы. Да, пожалуйста. Говоря о работе Государственного совета по решению проблем крымчан, я бы хотел сказать об одном прецеденте. Мы знаем, что в Российской Федерации двойное гражданство допустимо, но лица, имеющие двойное гражданство, должны уведомить Федеральную миграционную службу о наличии второго гражданства. Мы понимаем, что в Республике Крым людей, имеющих двойное гражданство, очень много. И не все отказались от российского гражданства. У кого-то действительно есть родственники. Что, от украинского? От украинского, да, от украинского, прошу прощения. От украинского гражданства у кого-то есть плотные связи с Украиной и так далее. Но в этой связи, по инициативе вице-спикера Андрея Казенко, при поддержке Владимира Андреевича Константинова, Сергея Павловича Цекова, эта проблема была урегулирована совместно с Федеральной миграционной службой. И крымчанам не нужно уведомлять ФМС о своем втором гражданстве украинском. Поэтому в этом плане, вы представляете, если бы опять-таки сотни тысяч людей ринулись в очереди, а там опять-таки были бы определенные временные сроки и так далее. Поэтому Государственный Совет регулярно старается решать эти проблемы и держать ситуацию на... Хорошо, одной проблемы меньше. Но есть еще другие. У нас есть еще один звонок телезрителя. Давайте выслушаем. Здравствуйте. О, здравствуйте. Добрый вечер. Хотела бы сказать, смотрите, у нас такая ситуация. В 2010 году мой брат купил на территории Крым квартиру. Ну, в частности, в городе Компетрополь. Пока он устроился, он проживал в городе Долинске. В 2012 году мы уже получили право собственности на эту квартиру. И он там рассчитался и переехал сюда, чтобы делать ремонт в этой квартире. Но не прописывался. Потому что на тот момент на территории Украины прописка была необязательная. Именно по месту жительства. Ну, и никто не знал, что такая получится ситуация. Понимаете, да? Я проживаю на территории Крыма уже 18 лет. И моя дочь. У меня есть крымские паспорты и все документы. Проблема в чем? У нас было решение суда о том, что на время респендума он проживал на территории Крыма. И суд подтвердил это. Когда мы сдали все документы ФМС, ФМС подало новое опровержение. Речь идет о том, что это на самом деле, Денис, настоящая серьезная проблема. Прежде всего, одну маленькую деталь, которую говорил депутат. То есть человек теперь не продать это же получается? Не может? Да, он не может. Он зависел в воздухе. Абсолютно верно. Там сразу две проблемы перекрылись друг на друга. Прежде всего, во-первых, о том, о чем говорил депутат Ганжара. О том, что крымчане имеют не двойное гражданство. У крымчан есть еще украинские паспорта. Но на момент вхождения это не считается. То есть уведомлять нужно о втором гражданстве, которое приобретено после вхождения Крыма в состав России. То есть вот это, если вы после этого стали гражданом какой страны, то вы обязаны об этом уведомить. А то, что у вас было до этого момента, вы можете об этом не говорить. Второй момент, который с этим связан, у нас нет никакого института прописки. У нас есть институт регистрации. И вот женщина, та проблема, о которой говорит, это по-настоящему серьезная. Потому что ФМС сейчас должно действовать в соответствии с российским законодательством. Российское законодательство очень жестко относится к этим вопросам. И получается, что ситуация с Крымом из этого во многом выпадает. И поэтому они определенное время как бы закрывали глаза на эти вещи. А сейчас будут с ними решать. Если звание-то хочет договорить, давайте послушаем. А, да, вот это у них с регистрацией. Смотрите, и ФМС подало опять в суд на нас, чтобы опять суд доказал, что он пребывал на время респекта в Москве. И суд опять решил положительно в нашу сторону о том, что он пребывал. И все равно ФМС дало отказ на получение гражданства. Хотя была передача, где президент говорил о том, что достаточно иметь родственников, доказать, что вы пребывали на время референдума здесь. И человек может получить бампорт Российской Федерации. Особенно если есть кто. Понятно. Вы, пожалуйста, напишите нам еще раз об этой проблеме в группе «Народные вердикты» в Facebook или ВКонтакте. И мы обязательно поднимем эту тему и пригласим представителей ФМС к нам в студию, чтобы они ответили конкретно на эту проблему. Таких историй уже очень много и вот именно связанность. Спасибо большое. Я могу предложить нашей телезрительнице обратиться и ко мне, и к нашим депутатам от «Единой России». Мы регулярно проводим приемы граждан. Как я уже упоминал, Андрей Казенко особенно уделяет вот этой миграционной проблеме большое внимание. Действительно, мы решаем эти вопросы. И когда к нам, как к депутатскому корпусу Республики Крым, обращаются граждане, мы стараемся оказывать им содействие. Но это частный случай. Я знаю, что по практике те люди, которые действительно не были прописаны... Это просто попившие случаи удивительные, когда есть решение суда. Они проживали на территории Республики Крым по решению суда. Большинство из них получило гражданство Российской Федерации. Это было на протяжении 2015 года, где-то так и то в конце. А началось очень жестко. Потому что сейчас уже к этому все достаточно жестко относится. О том, что все-таки закон есть закон. И проблема состоит в том, что ФМС просит... ФМС это организация, которая является системой исполнительной власти. Они обязаны руководствоваться законом. И все достаточно жестко. И поэтому они говорят о том... То есть у них тоже ситуация понятна. Мы не можем все время идти на подобные решения, потому что закон прописан, это достаточно четко. И в результате возникает ситуация, как говорит эта женщина. То есть нормальная, человечески понятная ситуация, через которую переступить нельзя, потому что она не регулирована на законодательном уровне. И вот здесь вот... Да, но тем не менее есть же решение суда. Почему решение суда не здесь? Решение суда... Дело в том, что за это я и люблю юристов. Вы прекрасно можете понимать о том, что формулировки всегда бывают по-разному. То есть там о чем речь идет? Потому что на момент референдума вы находились на территории Крыма. Проживали или находились? Прописаны? Ну и так далее. То есть... Понятно. Это достаточно жестко. Здесь еще и другая сторона этого вопроса, что есть лица и люди, которые пытались в обход ситуации законодательной получить российское гражданство, не проживая на территории Республики Крым на момент референдума и не являясь прописанными на территории Крыма. И, конечно, в этом плане Федеральная миграционная служба действительно очень жестко соблюдает федеральное законодательство и старается регламентировать эту ситуацию. Я знаю, что случаи были лишения гражданства, которые были получены незаконно. Мы понимаем, что люди всегда стараются обойти закон, если у них есть такая возможность. Мы знаем, были случаи каких-то мошенничеств, действий по подделке документов, подделке прописки и так далее. Поэтому в этом плане я с Владимиром согласен, что у нас есть федеральное законодательство. Но, опять-таки, вернусь к тому, о чем уже говорил, что когда у нас появятся наши крымские депутаты в Государственной Думе Российской Федерации, у нас будет непосредственный диалог на самом высоком уровне и у них уже будет... Подождите, Владислав, но женщине вы поможете, если... Я готов помочь, конечно... Но это самое главное. Я говорю об аспектах вот таких глобальных, как федеральное законодательство. Конечно, Государственный Совет имеет право законодательной инициативой. Мы выносим наши проекты законов на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации. Но когда у нас будут наши депутаты, уже избранные крымчанами, конечно, вот говорить о таком политико-правовой интеграции в российское пространство уже будет более... Боля... Спасибо большое. Давайте дадим слово аудитории. Пожалуйста, вопрос представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Алина, но у меня больше не вопрос, а поправка. Вот, Влад, да, вы сказали, те люди даже, которые постоянно проживали на момент референдума в Украине, да, они могут свободно получить украинское гражданство. Но я расскажу немного свою историю. Я студентка, приехала сюда около, ну, уже пяти лет, да. У меня была регистрация города Симферополя. Я, естественно, подала документы на получение гражданства, как и всех, но я их подала немножко позже, чем все остальные ребята, да. Мне пришел отказ. Я пошла, естественно, в первый суд, в первой инстанции мой районный, где подтвердила факт постоянного проживания на территории республики Крым. Но с правом обжалования ФМС. ФМС обжаловал мое решение, и уже в суде второй инстанции мне снова отказали. Вот, почему мы не апеллируемся законом, хотя закон, федеральный закон, статья 4, гласит о принятии Крыма в состав Российской Федерации все лица, постоянно проживающие на территории республики Крым, имеют право получить гражданство Российской Федерации. Мне интересно, почему наши не апеллируются законом нашей инстанции. Первый вопрос. Что вы собираетесь делать дальше? Я собираюсь обжаловать уже в кассационной инстанции. Я подала документы в московский... Все понятно. Это следующий суд кассации. Вот говоря о студентах, о студентах, которые проживали в республике Крым, но были прописаны в других регионах Украины, в этом плане можно понять федеральную миграционную службу, потому что прописка, которая была у студентов в общежитиях, она временная. Мы понимаем, что это временная прописка, а речь идет о постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на территории Крыма на тот момент еще, и затем уже... Это тоже момент, конечно, очень сложный, он спорный. Я полностью понимаю девушку, она хочет связать свою судьбу с Крымом и продолжать жить на территории Российской Федерации. Конечно, этот вопрос тоже нужно регулировать. Тем более я полностью подтвердила. Я приехала еще до времени учебы, еще до времени прописки в Симферополе. Плюс я здесь устроилась уже на работу. Я уже давным-давно связала свою жизнь. Я получила российский диплом. И применение, где я его хотела применить, естественно, здесь. И возникла такая проблема, что я оказалась за дверьми Крыма. Причем самое смешное, что вы же теперь не сможете по этому диплому работать на Украине, и вы не признаете. У меня такой, в принципе, жене нет. Но это была не временная прописка или временная? Временная. Речь идет о том, что тут вот такие вот... Как сказать, это нигде не указывано, что она временная. У меня стоит стабильная прописка в украинском паспорте, что вот город Симферополь, улица такая, там что она... Тогда это конкретный вопрос депутату. В принципе, эта прописка все-таки являлась временной. Этот вопрос тоже поднимался и поднимался на высоком уровне и с участием депутатов Государственного совета. Здесь момент того, что прописка все-таки для студентов является временной. Мы понимаем, что в других субъектах Российской Федерации студентов с Украины тоже очень много. И они тоже хотят связать свою жизнь с Российской Федерацией, получить российский диплом и так далее. Но они являются все равно гражданами Украины. И в этом плане, конечно, я полностью понимаю вас. И как депутаты мы стараемся на приемах граждан содействовать таким вопросом. Но не всегда мы можем изменить федеральное законодательство нашими желаниями и желанием помочь и посодействовать нашим студентам. Может быть, в частном порядке тоже можно как-то помочь человеку? Что он закон обойдет. Тут можно только посоветовать, вот как мой коллега, которому я рассказывал действие, он получал разрешение на временное проживание. Как только его дают, сразу можно подавать вид на жительство, а потом на гражданство. Или еще проще выйти замуж за крымчанина. И еще можно у меня вот такая просьба. Вот много ребят, которые все-таки получили паспорта, но столкнулись, это тоже как бы было достаточно масштабно сейчас развернут этот вопрос, который получили все-таки гражданство из Украины. Ребят, и у них по достижению 20-летнего возраста переоформление паспорта. И у них их отбирают. На законодательном уровне мне бы хотелось, чтобы этот вопрос пытался как-то разрешиться, чтобы наши ребята, которые хотят остаться в Крыму, в России, как-то получили возможность иметь гражданство. Он действительно обсуждался, обсуждался в стенах Государственного совета Республики Крым, как я уже говорил, вице-спикером Андреем Казенко, Сергеем Павловичем Секов и Владимир Андреевич Константинов тоже принимали участие в этом заседании. Но не всегда все вещи можно объяснить федеральному руководству. Есть федеральные законы. Мы понимаем специфику Крыма, мы крымчане, мы все это пропустили через себя. Мы понимаем, что наши студенты, которые учатся и прописаны на территории Украины, хотят связать судьбу с Крымом. Но, к сожалению, такие прецеденты. И когда была массовая паспортизация, действительно, не разобравшись ситуацией, видя крымскую прописку, выдавали паспорта. Но выдавали, по сути, без оснований. Мы понимаем, что временная прописка не давала оснований для получения паспорта. А когда, конечно, на федеральную миграционную службу свалился, мы понимаем, мы уже говорили, 2,5 миллиона жителей республики Крымегорода и Севастополя. Конечно, такие ошибки были допущены. Поэтому было потом уже другое решение по возврату паспортов. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Политолог Михаил. Вот вопрос следующего характера. Ошибка это или не ошибка, я не знаю. Я изначально живу в Крыму с 1997 года. У меня было украинское вид на жительство. Получается, когда я получал паспорт, у меня это вид на жительство украинское забрали. Но они не аргументировали причины. У моего друга, он тоже изначально как бы россиянин, да, у него не забирали вид на жительство. И вот у меня такая проблема. Допустим, мне надо ехать на Украину. Через Красный Перекопс я туда добраться не могу, потому что украинского паспорта у меня нет изначально. А по паспорту внутреннему или иностранному, меня не пропустят. Мне скажут, тебе нужно ехать через официальную границу, либо Харьков, ну неважно как. А это все-таки затратно. Вопрос в следующем. Вот имели они право забирать у меня украинское вид на жительство или нет? Вот такой у меня вопрос. Я изначально был россиянином здесь. А кто у вас забрал? Сотрудники ФМС. Так у вас паспорт российский? Был, да. Тут нет российский, но было украинское вид на жительство. То есть я, в принципе, пользовался правами гражданин Украины. А сейчас какой у вас документ? А сейчас у меня просто российский внутренний паспорт. Ну так, все проблема. Не, ну не понимаете, чтобы ехать на Украину, мне надо ехать через официальную границу. Это сейчас всем так. Нет, а вот по вид на жительство украинскому я бы мог через Красный Перекопск. Вопрос в другом. Имели они право забирать вид на жительство или нет? Если не забирают украинское вид на жительство... Ну, наверное, раз вам дали российский паспорт, то... А почему тогда они не забирают украинский паспорт, а если они не забирают украинский вид на жительство? Он был изначально российский паспорт. Но это немного не то. Без сотрудников ФМС, мне кажется, ответить на этот вопрос не удастся. Это такой специфический очень вопрос. Можно только с точки зрения логии их объяснить. Добрый вечер. В ходе беседы у нас звучат только проблемы, проблемы, проблемы. А стоит ли поговорить о перспективах? Вот смотрите. Разумеется, санкции, санкции, срода экономика. Но плюс однозначно то, что сохранилось столько жизни при переходе Крыма к России. Также стало развиваться такое направление, как импортозамещение. Внутренний рынок, сельское хозяйство. У них появился, собственно, рынок сбыток, который раньше замещался западными, с Европой, товарами и так далее. Страдают и, конечно, Европы от санкций, им плюсы нет. Так как регулярно по новостям слышат Франция, Великобритания. Фермеры, забастовки, митинги. Им некуда свою продукцию сбывать. Также молодежь крымская, появилось множество шансов. Вот форумная компания, как говорила Юлия. У нас действительно появилась возможность развиваться. Так давайте же поговорим о плюсах. Почему же только проблема говорить? Плюсах на другой передаче будем говорить. Нет, но дело в том, что есть один маленький момент, в котором говорит капоральная девушка. Давайте вспомним о том, что закон о возвращении долгов был подписан 31 декабря. Одновременно с этим, 31 декабря и 1 января, был проведен социологический опрос по поводу того, согласны ли крымчане терпеть трудности, связанные с отключением электроэнергии, из-за того, что Украина настаивает, чтобы формулировка в договоре была, что это территория Украины. Все крымчане в один голос, то есть абсолютная тоже цифра о том, что будем терпеть. То есть на самом-то деле речь идет о чем? Уровень патриотизма крымчан зашкаливает, наверное, по сравнению со всеми другими регионами России. И здесь мы даже можем хвастаться, что мы им даже можем мастер-классы давать о том, как надо родину любить. Поэтому мы-то говорим не об этом. Мы говорим о том, что этот вопрос не обсуждается. Принадлежность к России, даже говорить об этом нет, это сбывшаяся мечта. Мы действительно вернулись в родную гавань, и это наша страна. Но, как и в любой стране, у нас есть определенные проблемы, а у нас они еще и более специфические. А, которые, безусловно, нужно решать. Да, и поэтому мы говорим не о том, что у нас плохо. Мы говорим о том, что у нас есть конкретные проблемы, с которыми нужно разобраться. Это проблемы, именно связанные с крым. А так, как видите... Совершенно верно. Спасибо. У нас звонок есть еще от телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я хотела бы узнать следующий момент, уточнить. У меня двое детей. Один 2006 года рождения, а другая родилась в мае 2014 года. И мы столкнулись с такой проблемой, что ФМС отказывается вписывать нам с мужем в паспорта наших детей. Требует подтверждения российского гражданства детей. И подтверждать это нужно следующим образом. Либо же переводить бланк свидетельства о рождении, нотариально заверенный. Либо же просто получить дубликат свидетельства. Хотелось бы узнать, ведь свидетельство же выдается как бы раз и на всю жизнь. И почему, если я россиянка и муж россиянин, мы получили паспорта, почему мы должны подтвердить гражданство своих детей? Неужели они автоматически не становятся россиянами? Тем более девочка родилась в мае 2014 года. Это вот помните, Сергей задавал в начале программы. Да-да-да, я как раз столкнулась с право рождения. Более того, не только нужно либо нотариально подтвердить свидетельство о рождении, либо получить новое. Нужно собрать еще к этому в дополнение массу других документов. И это действительно сейчас этим столкнутся родители. Мне тоже непонятно, почему нужно таким образом подтверждать гражданство. Это как-то дополнительная выкачка денег. Это стоит денег нотариально заверить... Это стоит времени, которое дороже денег. Второе, зачем? То есть не совсем понятен тот же самый момент с бюрократически. Мы, получается, сталкиваемся с системой. Вот как говорил в начале нашей программы первый позвонившийся Сергей, так вот здесь Алена подтверждает. И те случаи о том, что... То есть ты начинаешь выполнять действия, а смысл их совершенно непонятен. Не говоря уже о том, что тратишь все. При том, что это не было декларировано, что надо будет впредь поступать родителям так. То есть по факту сейчас мы сталкиваемся именно с этой странной проблемой. И, наверное, Денис, вам стоит пригласить сотрудников... Да, я тоже думаю, что у нас уже накопилось вопросов к представителям Федеральной миграционной службы для того, чтобы пригласить их в студию и задать им напрямую эти вопросы. Сейчас я предлагаю посмотреть мнения крымчан, которые ездят на материковую часть России и которых мы спросили о том, как к ним относятся на материке. Давайте послушаем. Прекрасно. Я сама там была недавно в Сочи, к нам отлично относились. Даже в турбофирмах делали скидку нам. Узнавая, что вы говорите, это мы, говорит, вас очень рады здесь видеть. Я думаю, что хорошо. Ну вот по интернету с ребятами общаемся и хорошо относятся. Даже, наверное, лучше, чем раньше. Конечно, нормально, мне кажется. Я думаю, с уважением и с почтением. Мы, по крайней мере, их любим. Нормально. У нас родственники там живут, все довольны и рады. Мы им вроде бы ничего плохого не сделали, чтобы они нас не уважали. Я думаю, что люди к нам хорошо относятся. Очень хорошо. Мы из Москвы. И мы очень любим Крым и крымчан. И очень рады, что Крым наш. И очень благодарны Путину за то, что он вернул гимн и вернул Крым. Что ж, ну, наверное, действительно с гордостью лозунг «Крым наш» — это, наверное, самый патриотический лозунг за последние какими-нибудь десятилетия. Безусловно. Сейчас недавно у нас появился еще другой лозунг «Крым ваш», где крымчане приглашают жителей других субъектов нашей страны к нам в Крым. Мы знаем, что сегодня крымское направление с точки зрения внутреннего туризма является одним из лидирующих в Российской Федерации. В целом, несмотря на то, что внешний туризм упал, то в Российскую Федерацию по итогам 2015 года въезжает иностранцев на 20% больше. То есть Российская Федерация является привлекательной как туристический центр. Не только мы едем, но и к нам едут. Безусловно, в нашей стране очень много великих исторических мест, которые посещают в том числе иностранцы из Европы, из США и так далее. А говоря о консолидации единственных нас с другими регионами, мы знаем, что 18 марта уже второй раз пройдет митинг «Мы вместе» по всей стране. Он пройдет в городе Москва. Мы помним, когда 100 тысяч человек в прошлом году вышли на площадь вместе с президентом. И когда мы чувствовали это единение со всей Россией в этом году. Такие митинги также пройдут по всей стране в рамках своей организации «Молодая гвардия». У нас уже запланированы мероприятия с ребятами из других субъектов. В этот день одинаковые, чтобы они прошли здесь и в других регионах. И, конечно, связь Крыма с другими субъектами очень большая. Мы сегодня, как мы уже говорили, для Российской Федерации имеем сакральное значение. Такая, так сказать, крымская мечта, которая сбылась. У любой великой державы всегда есть мечта. И вот Крым сегодня – это та реализованная мечта нашей страны. И, безусловно, наша сегодня общая задача – сделать Крым процветающим и успешным. И я уверен, мы в этом... Владислав, а не считаете ли вы, что для укрепления такого патриотического единства нас со всей России было бы, может быть, логично сделать 18 марта не только крымским праздником, но и всероссийским? Как вы считаете? Это очень хорошая инициатива. Я уверен, что это и так праздник для всех. У нас, по сути, 18 марта – это официальный день воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Это день будет отмечаться. С точки зрения, сделать ли этот день выходным, я так понимаю, вы об этом говорите, Денис. В Крыму это и так выходной. В общем-то у нас праздников... Я имею в виду в Крыму, да, в всероссийские. Праздников у нас и так много. Мы видим уже даже по 2016 году очень было много выходных дней. Это тоже такая федеральная инициатива. И тут решение должно быть принято на таком уровне. Но это уже и сегодня официальный праздник, который отмечается по всей стране. День воссоединения с Россией, 18 марта. Спасибо большое, Юля. Что касается мероприятий, проводимых в различных субъектах Российской Федерации, действительно, 18 числа молодежь выходит на площади и каким-то образом демонстрирует единство Крыма с Российской Федерацией. Это действительно праздник. Я вот вижу сегодня в зале очень много представителей молодых людей, как раз участников форумной кампании. И вот я увидела, что тот самый победитель студента года сегодня в студии, Элина Рапетова. И они тоже не дадут соврать, что действительно студентов, молодежь приветствуют и очень тепло принимают в субъектах Российской Федерации. Спасибо большое. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Я сейчас предлагаю посмотреть результат интерактивного голосования. Итак, крымская прописка для вас. Это 92% сказали о том, что это предмет гордости. Давайте поаплодируем. 7% сказали, что это пока недостижимая мечта. Это, к сожалению, для тех, кто очень хочет иметь крымскую прописку. Но пока, к сожалению, сталкивается с целым орохом бюрократических проволочек. И 1% источник проблем. Ну что ж, большинство проголосовали за предмет гордости. Итак, мы благодарим всех, кто пришел сегодня в нашу студию. Я хочу благодарить всех с приближающимися праздниками. Это вторая годовщина Крымской весны. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok